Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 23, заключительный псалом третикофизмы. Как и другие лекции, данная беседа снята для портала экзегет.ру. Этот псалом в православных молитвословах предваряет канон и последование ко святому причащению. Его знает каждый, кто хотя бы раз в жизни открывал эту книгу и готовился к святому причащению. Данный псалом является гимном хвалы к Богу, который прославляется как царь славы. Описывается слава, место, где пребывает Господь, Гры Господни. В этом псаломе описываются те требования, которые предъявляются к человеку, который желает войти в место пребывания Бога. Но вот что поразительно и заставляет задуматься, в конце псалма мы словно слышим диалог. Диалог между двумя личностями, которые восклицают. Кто же есть сей царь славы? Мы можем предположить, что окончание этого псалма – это свидетельство о литургической практике, о той практике воспевания божественных гимнов, которая была связана с событием внесения Ковчега Завета после победы израильтян над теми или иными врагами в Храм Господень. И тогда священник, встречающий Ковчег, словно спрашивает, кто же есть царь славы? А священник, который несет Ковчег, отвечает, Господь сил, он есть царь славы. Название данного псалма увязано с Давидом. Однако, конечно, возникает вопрос в отношении того, появилось ли это надписание сразу или в последующем. Псалом ничего не говорит о событиях в жизни Давида. Мы можем только угадывать, что одна из побед, которая здесь пославляется, могла быть связана с царем. Более того, место, куда вносится Ковчег, называется Горой Господней. И не просто святое место, а предполагается святилище. Давид все приготовил для того, чтобы построить святилище, дом Божий на горе Мария. Но он не построил. Храм он своими глазами не увидел. Храм в Иерусалиме был построен уже потом при его сыне Соломоне. И поэтому, несмотря на то, что шатер, по всей видимости, уже при Давиде стоял, но врат не было. И образ с поднятием врат — это образ, который нам позволяет датировать Псалом уже более поздней эпохой. В первых стихах данного Псалма автор начинает с утверждения, что все одушевленное и неодушевленное принадлежит Господу. Все полностью зависит от Него. Бог создал небо и землю. И здесь мы видим перекличку с первой главой книги Бытия. Более того, в отличие от месопотамских легенд, ни вода — грозная бушующая стихия. Ничто либо иное здесь Богу не противопоставляется. Вода покорно следует за Ним, как и твердь. Нет никаких посредников между Богом и миром, которые были бы орудиями или инструментами притворения мира. Господь основал землю на морях и на реках утвердил ее. Далее. Псалом описывает то, что мы могли бы назвать входной литургией или каким-то молебном при вратах храма. Здесь уместно вспомнить Псалом 14, в котором более подробно описывалось все, что связано с требованием человека, который входит в святое место. В данном псалме мы видим два характерных образа. В храм может войти тот, у которого руки неповинны и сердце чисто. Это две главные характеристики праведника, при которых праведность начинается с помысла, с чистоты сердца, а заканчивается праведными поступками, чистотой рук. И, следовательно, только те достойны войти в храм, достойны пройти через те врата, врата Иерусалима, святого места, которые являются прообразом небесного града Иерусалима, которые охраняют левиты, являющиеся прообразами ангелов, которые охраняют врата небесного Иерусалима. Достойны пройти через эти врата только те, у которых праведность зиждется не на форме, а на деле, у которых не только мотивы, но и самые поступки чисты от всякого зла. В данном псалме звучит аккуратная ссылка на клятву, те, которые напрасно не клялись и не божились. Есть два способа интерпретации этих слов. С одной стороны, упрек идолопоклонникам, тем, которые ходили вслед чужих богов, богохульникам, которые произносили имя Божие в Суе. Но, с другой стороны, мы можем понимать здесь и праведность в ее земном измерении. Речь идет о тех людях, которые не лгут и, давая обещания, всегда их исполняют. Стихи 5 и 6 описывают те преимущества, которые получают те, которые прошли испытания при вратах, отправляющиеся в святое место. Они получат благословение от Господа и милость от Бога Спасителя. Здесь мы снова встречаем те слова «благословение» и «милость», «доброта» и «любовь», потому что эти слова многогранные, которые описывают характер Бога и Спасителя Его. Более того, род ищущих Бога Иакова получит возможность лицезреть лицо Божие. Конечно, здесь идет речь не о буквальном рассматривании черт лица Творца мира и земли, но речь идет о присутствии в особом месте, где Бог особым образом пребывает. Другими словами, здесь речь идет о присутствии в Храме Божьем, где все о Господе напоминает, где Господь особым образом слышит молитву. И, наконец, самый загадочный фармент 7-10 стихи, который некоторыми современными исследователями интерпретируется как диалог между несущими ковчег и встречающими ковчег при храме. Это мы видим из соответствующих вопросительных предложений. Пять раз упоминаются слова «царь славы», и дважды звучит вопрос в русском тексте. Кто есть сей царь славы? Кто есть сей царь славы? Итак, в центре внимания царь славы. «Царь славы для людей Ветхого Завета открывал себя над крышкой Завета. Там, над ковчегом, появлялось облако, которое было видимым знаком присутствия славы Божией. Где был ковчег? Там была слава Божия. И поскольку Бог могуществом своим поражал окружающие народы, израильтяне брали ковчег с собой на сражения. И когда возвращались после удачного завершения сражения, воспевали Господу гимны как царю славы». Мы не знаем, как понимать слова «поднимут врата». «Поднимите врата вверхи ваших». В древних городах, в отличие от средневековых замков, врата не поднимались наверх, а распахивались наружу. Распахивались наружу. С другой стороны, если здесь прочитать не букву, а символ, то ссылка на подъем, на поднятие может нам говорить о неком воодушевлении. Поднять голову означает воодушевиться, начать праздник, исполниться радости. Итак, подходит победоносное шествие к вратам. Сидящий на крыле храма или наверху какой-то башни левит или священник спрашивает, кто из сей царь славы. Ему отвечают люди, несущие ковчег, словно произносят соответствующий нужный пароль. Господь крепкий и сильный в брани. Поднимите врата, поднимитесь двери. И далее литургия продолжается. Когда входит ковчег, народ подхватывает. Господь сил, он царь славы. Есть различные интерпретации данного псалма. Бог выступает здесь как воин, воин-победитель, который ходит вместе со своим народом на сражение. Это царь-победитель, которому ему единственному присуща слава. Из-за победы его прославляют. Но что мы здесь можем прочитывать? Только лишь буквальный образ побед народа израильского над своими ханаанскими врагами. Или нечто большее, что побуждает нас использовать данный псалом как преддверие литургии. Как я уже сказал, образ врат, который поднимается наверх, напоминает нам Небесный Иерусалим. И образ священников, которые встречают Небесного Царя, образ ангелов. У святителя Афанасия Александрийского и блаженного Федерита Кирского именно такая аналогия проводится в отношении последних стихов данного псалма. Более того, у апостола Павла мы видим следующий образ в отношении самого народа. Он говорит, что вы, приступившие к горе Сион, подразумевая не просто земную гору, а Небесный Иерусалим, вы приступили к горе Сионской, к ограду Бога нашего, Иерусалиму Небесному. Небесному Иерусалиму. Итак, в христианской интерпретации то, что когда было литургией Древнего Храма, становится частью Небесной Литургии. Гора Сион понимается, как Небесный Иерусалим. И ангелы, которые встречают душу праведника, который имел веру, сохранил добрую совесть и прожил жизнь так, чтобы быть достойным Небесного Царствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова